Чё кого, модники? Как и обещал, поговорим с вами про шапки. Какие взять, как носить, что вообще с ними происходит в 20-м году, точнее в 21-м, поэтому присаживайтесь поудобнее, берите с собой чаёк, покушать и просто смотрите видео до конца, чтобы YouTube его лучше рекомендовал, вы поможете этим мне в продвижении канала, за что огромное спасибо всем, кто смотрит его дольше. Не забывайте про полезные ссылки внизу, не буду на этом долго задерживаться, просто так же с вами посидим, поговорим в лёгком формате, ничего особенного. Многие спрашивают, какую шапку купить, и это на самом деле очень просто. А начнём, наверное, с того, какие шапки лучше, скорее всего, не брать. Если вы следите за стилем, хотите быть актуальными, придерживаетесь трендов, то убираем сразу же шапки с пумпоном. В каких-то луках это, возможно, будет выглядеть неплохо, но если под обычный повседневный такой стильный лучок, то её убираем. Убираем всякие идиотские клоунские шапки, типа козырьков, без подворота, что самое главное, шапки без подворота сейчас выглядят на самом деле не очень, это как будто шапочка для плавания. Убираем самые дешёвые шапки с какого-либо Алиэкспресса, потому что у них дерьмовый материал, и она подойдёт только на весну или осень, в плане того, что она просто стиль. Она не тепло, и ничего более. И, соответственно, шапочки-ушаночки, вот это вот всё тоже лучше забыть. Когда-то это было популярно, но прошло уже 10 лет с этого момента, и скип, скип, скип. И вот таким вот плавным, быстрым ходом мы подходим к самым главным шапкам, которые уже популярны не один год, и да, я думаю, они у всех на головах, это обычные шапки с подворотом. Есть укороченные версии, есть длинные версии, а есть вот что-то среднее. Что-то среднее нас и будет интересовать на этот год. Лично я шапки почему-то перестал носить, потому что купил хорошую зимнюю куртку, плюс худи с капюшоном. И я как-то вроде не нуждаюсь особо в шапке, но многие луки они хорошо дополнят. Поэтому не берите на зиму слишком короткую шапку. На весну или на осень это вообще классно, и материалы там не особо такую роль играют, чтобы проветривали их или не проветривали. И не берите на зиму слишком длинные шапки, вот у которых сверху еще остается пространство воздуха на половину головы. Это просто ужасно выглядит, честное слово. Раньше их подгибали сзади, и это выглядит на данный момент ужасно. Реально никому не рекомендую брать именно такое. Берите что-то среднее, чтобы сверху у вас, если и оставалось воздуха, то чуть-чуть. Либо вообще пусть не остается. И конечно же не очень широкий загиб, потому что есть очень узкие и очень широкие. Мы опять же просто берем среднее между этим, я думаю вы понимаете о чем я говорю. На шапках соответственно лучше не экономить, потому что я говорю, есть обычные синтетические шапки, и вы будете в них мерзнуть, так же как вы выйдете в обычном капюшоне от худи. Поэтому если вы все-таки хотите еще и греться, покупайте чуть дороже. Но это тоже с вами не последнее, что мы разберем, потому что у них есть много цветов, да. И много дизайнов. Не берем шапки с огромными лого. Это просто мерзко. На самом деле огромные надписи бренда прям во весь лоб не очень. Не очень. Сейчас достаточно много шапок, которые прибавляют здесь где-нибудь то маленький логотип сбоку, либо спереди небольшой, чтобы это не бросалось в глаза. И сразу же хочу сказать в лоб, если у вас куртка Noobs, то North Face делает офигительные короткие шапки на эту зиму. Ну, тут понимаете, сам бог велел. Типа, если вы и так носите Noobs, то можно взять за 2-3 тысячи шапку North Face, как бы дополнить лук вообще. Кстати, а знаешь ли ты где покупать кроссовки и одежду по скидкам? Если нет, тогда присоединяйся к моему сообществу Buy. Нас там уже 143 тысячи подписчиков, которые ежедневно экономят, и за месяц это может быть не 500, не 1000 рублей, а гораздо больше. На стене ты найдешь все актуальные ссылки на самые выгодные распродажи, плюс промо-коды на тот же самый Adidas минус 20%. И также у меня есть телеграм-канал, в котором насчитывается почти 10 тысяч подписчиков. Не забывай и ты зайти посмотреть, возможно, тебе там понравится, и ты сможешь сэкономить много денег, как и все остальные. Не буду отвлекать тебя от видосика, продолжай просмотр. По цветам, что же мы выберем в этих шапках? Любые, в принципе, подойдут. Если у вас красная шапка будет, то, я думаю, вы видели множество фотографий, как они разбавляют лук, черный какой-нибудь, просто красная шапка, и такая яркая деталь выглядит обалденно. Плюс какую-нибудь черную, возможно, синюю, на самом деле это не так уж и дорого, если у вас будет несколько шапок. И главное, подберите ее правильно по размеру, потому что у головы тоже есть размер 56, 58, 60. У меня настолько большая голова, что как раз размер моей шапки должен быть 60. Померите свою голову каким-нибудь сантиметром или рулеткой, либо придите в магазин и наденьте ее на голову, и вы поймете, подходит она вам или нет. Потому что я часто сталкиваюсь с тем, что я беру шапку или кепку, и она мне мала, и смотрится, как будто я какой-то насильник. Ну, либо обратная проблема, вы возьмете ее и утонете. Реально, лучше прям вот подойти серьезно к этому выбору. Вроде бы незначительная часть гардероба, но все-таки будет играть роль в вашем аутфите, потому что, ну, должно все сидеть как надо. И, соответственно, как их носить? Есть вот эти вот рабочие настройки, которые надевают ее просто тупо наверх на макушку. Есть люди, которые носят их прям спустив на глаза, так что как будто 2007 опять наступил, и стиль эмо опять в моде. Но вот так вот носить не надо, просто посередине лба у вас должен быть край шапки. То есть не здесь, не здесь, а вот здесь. И все. Пусть закрывает уши, чтобы они не отмерзли. И на самом деле, это в принципе все, что можно сказать про зимние шапки, что нужно знать, потому что они сейчас одни единственные популярные. Не ушанки, не длинные, без загибов. Все это скипаем со всякими этими козырьками, как будто это кепка-шапка. Не надо, не доверяйте выбор шапок своим родителям. Сходите, лучше возьмите их сами. Да, и многие люди не знают, какую шапку взять. Но это было все, что я хотел тебе рассказать в этом видео. Надеюсь, оно оказалось тебе полезным. Не забывай смотреть прошлые ролики на моем канале. И, конечно же, про группу Бай, потому что там была черная пятница. Распродажи продолжаются. Новый год на носу. Надо закупить что-то себе, своему парню, своим девушке, своим родителям. Ну, скорее всего, себе. Конечно, надо кроссовки брать. Кроссовок много не бывает, как говорится. Поэтому залетай в группу по ссылке в описании. И это все, что я хотел тебе рассказать. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok